МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Можно было за неделю заработать до 60 рублей. За неделю при средней зарплате тогда 120 рублей в месяц. В Новороссийске я замазывал торец дома герметиками и понимал, что точка росы смещается. Я жду, не дождусь, когда будет очередной кризис, чтобы что-то происходило. Черноголов Игорь Алексеевич, президент группы компаний «Пенетрон Россия». Родился в 1970 году в селе Щелкун Свердловской области. Окончил Уральский политехнический институт по специальности металлорежущие станки и инструменты. По его инициативе в 2004 году построен завод по производству смесей «Пенетрон» в Екатеринбурге. Представительства российского холдинга открыты в 25 странах СНГ, Европы и Азии. С 2010 по 2015 годы группа компаний «Пенетрон Россия» признавалась лучшей в России компанией по производству строительных материалов. В 2008 году Игорю Черноголову присвоено звание «Почетный строитель России». В 2018 году награжден почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Игорь Черноголов является вице-президентом Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области и членом Президиума некоммерческого партнерства «Опора России». Женат, воспитывает трех дочерей. Я заработал первые деньги. Это, наверное, совсем начальная школа, когда я торговал жвачкой. Ну, это совсем, можно сказать, небольшой бизнес-проект. Самый мой первый проект, где я заработал первые деньги, это я еще учился в девятом классе, и мы тогда стали заниматься пластинками. Ездили на шувакиш, покупали, обменивались пластинками и продавали запись с пластинок. Это был неплохой бизнес. Это 5 рублей стоила запись с пластинки. Но можно было за неделю заработать до 60 рублей. За неделю при средней зарплате тогда 120 рублей в месяц. Но на следующей, скажем, туче, туче, это наш шувакишский рынок назывался туча, можно было прогореть с этой пластинкой. А можно было наоборот вырасти. И вот такой бизнес тоже такой неустойчивый, но интересный. Мой приятель, он тоже из Екатеринбурга, он учился в Москве, на московском физтехе. Он предложил нам заняться герметизацией межпанельных стыков. И он поставлял нам герметик из Москвы, а мы здесь заключали договора. Это было очень интересно. И интересное время. Нам было по 21 году, а мы встречались с руководителями жилищно-ремонтных трестов и предлагали инновационную технологию герметизации межпанельных швов. Это был очень неплохой бизнес. И тогда можно было зарабатывать 7 рублей с вложенного рубля. Правда, тогда была дикая инфляция, и каждую неделю все дорожало в два раза. Это именно производственный бизнес. Тогда мы выполняли именно работу. Успех – это все-таки такое понятие, немножко эфемерное. И успех – это больше, как другие оценивают твою деятельность. Мы об этом не думали. Мы просто выполняли качественно свою работу и хотели сделать ее как можно лучше. Мы были самые первые, кто здесь стал применять герметики. До этого швы заделывались цементом. В 1994 году мы были самые первые, кто привез сюда технологию пенетрон. И более того, проникающую гидроизоляцию вообще не было в России. Мы были первые, кто стоял у истоков этого совершенно нового материала. Кому были здесь нужны? В стране, где много нефтехимии, где гудрон, битум, рубероид. А мы придумали новый вид гидроизоляции. Написали ГОСТы. Конечно, мы были первыми, были лидеры. И остаемся сейчас лидерами по проникающей гидроизоляции. И каждый год увеличивается объем продаж. Потому что строители узнают эти новые материалы и начинают их применять. Я недавно прочитал книжку. И там Рузвельт, это самый молодой президент США. В 42 года он стал президентом, Теодор Рузвельт. И он сказал такие знаменитые слова. Делай, что можешь, с тем, что ты имеешь, там, где ты находишься. Но я бы добавил, что еще и ты должен это делать. И вот удивительно, что мы имели? Мы имели этот продукт. Мы старались работать с этим продуктом как можно лучше. Мы не заглядывали в будущее. Мы не знали, что будет завтра, послезавтра. Мы просто старались делать свою работу как можно лучше. И когда ты это делаешь, заказчики сами тебя находят. Я считаю, что каждый должен наступить сам на свои грабли и ничего с этим не сделать. Пробовать, пытаться, идти вперед, не бояться неудачи. Но и стараться выполнять свою работу как можно лучше. Вообще город Екатеринбург и Свердловская область для бизнеса нам очень повезло, что мы здесь находимся. Здесь всегда была сильная бизнес-среда. Всегда была очень хорошая административная команда. Ну, сами посмотрите, прекрасный аэропорт, прекрасные бизнес-заведения и все остальное. Вся инфраструктура создана, чтобы здесь находиться. И не важно, где я нахожусь. У меня бизнес в 25 странах. Я точно так же могу работать и в Москве, и в другой стране, но мне здесь комфортно. Здесь все устроено, здесь все близко. Здесь у меня завод, здесь у меня моя сильная команда. Конечно, я в течение недели 2-3 раза езжу в командировку, но я всегда возвращаюсь сюда. И здесь, именно здесь мне помогает моя родная земля. То есть у меня отсюда корни. У меня и прадед был предпринимателем в Верхотурье. У него был свой завод кирпичный, из которого построены храмы. И вот это все, вот эта аура, она мне помогает двигать бизнес. Смотреть широко раскрытыми глазами, но кто мог предсказать, например, появление компьютера? Понимаешь, нам не хватает компьютера. Ну что за глупости? Они появились, вот она ниша. Кто мог знать про проникающую гидроизоляцию пенетрон? Когда в Новороссийске я замазывал торец дома герметиками и понимал, что точка росы смещается. Я понял, что мне нужен материал, который бы делал бетон водонепроницаемым, но при этом бы бетон дышал. Я поехал искать именно такой материал. Мне говорят, такого не бывает. Как же я мог? Так, наверное, вот эта ниша мне нужна. Ну, нет, конечно. Я просто искал, действовал, как, знаешь, уверенность, основанная ни на чем. Это именно предпринимательство. Платить зарплату, платить налоги, не участвовать в каких-то там криминальных схемах. Да, и при возможности помогать, например, каким-то, ну вот там мы, например, помогали и детским домам, и шахматы Свердловской области я поддерживал. Но это уже больше исходит от желания самого предпринимателя. Но я вкладываю в социальную ответственность бизнеса, это именно действовать по правилам, которые, ну, сформулированы государством. Мне здесь близка, наверное, фраза Владимира Тарасова, когда он говорит, что неудачи нам помогают не оторваться от реальности. То есть радость неудачи. Когда случались самые потрясающие кризисы в нашей стране, что 91-й год, что там 93-й, что 98-й, что там 2004-й, 2008-й, 2014-й. Этот год был самый лучший для компании. Это был прорывной год. Я жду, не дождусь, когда будет очередной кризис, чтобы мы, чтобы что-то происходило. И тогда наша компания пойдет взлет. Вы даже не представляете. То есть я работаю во многих странах. Это и такие старые капиталистические страны, как Германия, Англия. Это новые страны, там, как, ну, такие с более развивающейся экономикой. Наша ситуация в России наиболее успешная для бизнеса. Конечно, мы можем говорить, что в России не так много денег. Что еще что-то. Но, опять же, делать бизнес в России, но рассматривать не только Россию для своего бизнеса. А рассматривать ее как стартовую площадку и развивать свой бизнес по всему миру. Здесь хорошо с налогами. Здесь масса возможностей проявить себя, начать любой бизнес. Здесь мало что есть. Даже просто берите с запада, копируйте здесь. В Свердловской области, кстати, очень много делается для этого. Это и зарубежные поездки с руководством области, где они представляют нас на других площадках в других странах. Это проведение массы форумов. Это одна федеральная выставка Иннопром чего стоит. Вот сейчас дороги были. Прекрасная возможность, когда вся страна и многие компании со всего мира приезжают сюда. Да, и поддержка там по возврату, там экспорта, там, имеется в виду компенсация по выставкам. Это все прекрасно. Но еще лучше, я бы дал совет, и даже, ну, иной раз предпринимателю, в том числе и мне, и другим компаниям, например, они не могут встретиться с кем-то более крупным предпринимателем. Просто устраивать встречу. Вот это была бы очень хорошая поддержка для бизнесменов, для предпринимателей. Мой главный предмет гордости – мои три дочки. То есть семья для меня это очень много значит, действительно. Моя жена, она моя всегда поддержка, опора, она не дает мне сбиться с верного курса. И как предприниматель мне вечно несет из стороны в сторону, она мне направляет. Вот, ну и дочки. Дочки – это моя радость. И, конечно, я редко бываю дома, но когда бываю, я очень, когда не бываю, по ним скучаю, когда бываю, мне очень приятно с ними, конечно, вместе время проводить. Мы еще в начале большого пути. И 25 стран мира для нас это еще не это. Не предел. Я думаю, что скоро мы и в Америке, и на гудзоне будем ловить рыбу и торговать пенетроном там. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!